Здравствуйте, добро пожаловать в школу эмоционального интеллекта и психотерапии. Меня зовут Алексей Красиков, я 15 лет занимаюсь психологическим коррекцией и психотерапией тревожно-фобических расстройств. Я по традиции хочу вернуть очень важное мероприятие. Это мои большие московские бесплатные семинары, на которых присутствуют все желающие, как практикующие специалисты, так и выпускники вузов, психологических факультетов и педагогических, так и врачи, так и клиенты и подписчики. Все те, кто хотят правильно понять, как наука смотрит и доказательная медицина на психотерапию тревожных расстройств. 25 числа я вас буду ждать в Москве. У нас 250 свободных бесплатных мест очно и 1000-1500 мест онлайн. Мы с вами будем в течение пяти, а может быть шести часов обсуждать все практические аспекты, которые позволят вам абсолютно бесплатно, не платя за это денег, освоить то, что необходимо знать, делать и применять для устранения самых популярных симптомов тревожных расстройств. Начнем мы с фигет-сосудистой дистонии, со всех ошибок, которые люди делают, с обследований, с дифференциальной диагностикой. Я познакомлю вас со всеми тонкостями и нюансами этого диагноза, и о том, почему это не лечится, и почему симптомы возвращаются, и почему они такие разнообразные. Мы будем говорить о тревожности и общей тревоге, которая мучает наших пациентов утром, днем и вечером, эпизодически нарастающей и так далее. Мы поговорим о пресловутых панических атаках, о практических упражнениях, что надо делать для того, чтобы избавиться от панических атак, почему у людей не получается избавиться от панических атак много лет, почему они рецидивируют у кого-то, как отличается тревога от панического расстройства. В общем, все эти вещи практически вы поймете, научитесь. Также мы будем говорить в этом блоке о кардиофобии, о страхе за сердце, за его ритм, о том, почему с сердцем происходят те или иные феномены, и как они устраняются. Мы поговорим с вами о синдроме раздраженного кишечника, вздутие, бурлении, диарея, поносы, страх дефекации и все, что связано с СРК и с диагностикой синдрома раздраженного кишечника с истинными патологиями синдрома, простите, кишечника. Мы будем говорить о иллюзиях, о психосоматике. Мы будем говорить о том, как связываются психосоматические болезни Александера, классическая семерка, и невротические функциональные расстройства. Будем развеивать иллюзии, потому что у нас сейчас все психосоматика, и это большая фатальная ошибка. Мы будем говорить о том, как найти причину той самой тревожности или депрессивного состояния. Мы будем говорить о патогенезе, о том, как выявляются те факторы и те особенности личности, которые приводят вообще людей к невротическому расстройству. Мы будем устранять самые популярные ошибки, мы будем устранять мифы и разбивать иллюзии. Также мы коснемся психофармакотерапии. Я поговорю о том, почему большинство моих клиентов не используют психофармакотерапию, и поговорю об их опыте, кто использовал, что использовал, кому помогает, кому не помогает. Все плюсы и минусы будем взвешивать, смотреть с точки зрения доказательной медицины. Мы поговорим о том, почему возникают рецидивы в целом ОКР. Мы поговорим о обсессивно-компульсивном расстройстве, о навязчивых мыслях, и почему у многих женщин после рождения ребенка возникает страх сойти с ума, потерять контроль, причинить вред. Или без ребенка возникают у людей всевозможные навязчивые мысли о том, как от них избавиться. Также мы здесь коснемся практических упражнений для работы с ритуалами, перепроверки или гиперконтроля. Ну и, соответственно, Эльмир Маратовна прочитает блог о нарушениях пищевого поведения, при тревожных расстройствах, какие они бывают, что с этим делать, и как правильно выглядит алгоритм диагностики и терапии. И это все бесплатно. Я жду выпускников психологических факультетов, начинающих консультантов и консультантов с опытом. Я жду моих подписчиков и клиентов как онлайн, так и на очный визит в Москву. Мы проведем прекрасный день. Мы будем говорить исключительно о практике, исключительно об ошибках. Мы будем говорить о том, как правильно работать, и о том, что нужно сделать, чтобы раз и навсегда избавиться от симптоматики тревожных расстройств. И будем говорить о личности. О той личности, которая приводит людей к тем или иным тревожным расстройствам. До встречи 25 числа. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...